Осталось три минуты. Ужас этот полоса до России. Дело в том, что я ни при чем. Алексейка живет рядом с садами России. Это Челябинск. И он озаглавил письмо ко мне. Ужас. Дело в том, что сады России используют в качестве подвоя. В основном абрикос манчжурский. Что нормально. Сады России. Это опять Наталья. Наталья спрашивает. Этот абрикос имеет такие красные корни. У него есть подозрение, что это вишня степная. Ответ. Значит, к вам попал абрикос на подвое бесея. Бесея это писяная вишня. Вишня. Вы точно заметили? То есть, вначале Челябинск написали, что у нас манчжурский. Когда она поняла, что корни неправильные, призналась. Ну, все. Бесея. Дальше. Сады России. Уже хорошо, что признаетесь. То есть, обман не прошел. Почему так? А в чем особенность такого подвоя у тысячи от манчжурского абрикоса? А мы не скрываем этого. До сорока процентов. Кто теперь поверит, что приваренная бесея. Она считается донором земостойкости. И самое главное, на порядок уменьшает опасность подопривания. Ну, все вроде правильно. Спасибо за ответы. Наталья, убедили вас или нет? Я все хочу сказать. Кстати, вот еще один. Еще одна. Это уже 200 какая-то. Которая присвоила мою фотографию. Видите? Вот такой вот очень явный человек. Алексейка. Это и высшая лига. Он изобрел. Вроде бы мой ученик. Но пошел дальше. Он изобрел зимнее укорение. Шелковец. Теперь все вопросы к нему. Все. Я заявление ухожу. Алексейка. Вы все меня обижаете. Все меня обогнали. Вот. Кому дела сдавать? Кто будет вебинар руководить? Ну, в данном случае, ладно, пока тишина. Пока меня еще не посидели. Вы до конца. Значит, вот это вот видео. Видео довольно странное, я бы сказал. Оно вроде бы и все правильно. И вроде в саду. Но как-то странно снято. Настолько странно. Что я не верю ни одному слову из того, что там говорится. Вот. Ну и потом сам факт. Ну что же это беседа? Я опять обращаюсь ко всем, кто меня видит, слышит. Потом Троценко все это переделает. Текст появится в этом. А там просмотров в сто раз больше будет. Где хоть один абрикос взрослый, который, будучи привит на бесе, на песчаную вишню, дает плоды. Вот она понимает, видите, что вырастет на бесе. Это же кустарник, восклицательный знак. Это не я, это ведь. Это же кустарник. Какой бы черт этот. Знаете, абрикос взрослый. Это двух-трехэтажный дом. А бесея 2,2 метра. Казалось бы, уменьшится абрикос и будет удобно. Вот берешь, подходишь и собираешь. Прямо дерево. На цыпочки не встаешь. Вот. Это одна из причин, почему в стране нет абрикосов. Вот так вот. Так что Алексейка, Алексей. Вот. Что я могу посоветовать Наталье и прочим? Чтобы точно, чтобы точно уже говорили. Да, наприкос. Хотя бы те, кто меня видит, слышат. Куплю. Докажите, что это подвоя обманжушка. Вот. А бесею, это себе садите в сад. Или блочите дураков. Ну все, наше время истекло. Вот. Видите? Вот это ужас стихий. Сколько таких сайтов? Сотни, сотни. И все тоже. И опять. Видели? И кто у нас такой хитрый? Кто у нас такой хитрый? Ой, ну как же они это самое? Ну. Вот скажите мне, ученые с этого Тимирязевской академии. Ну объясните мне. Вот. Я бы, конечно, сейчас бы это. Ну, ректора, может быть, не возьмут. Потому что сильно молодая. Та же Савиди Савидовна сам. Вот. Для ректорской. Ну где-нибудь там. Про ректором по науке. Ну кто-то же должен свое-то когда-то. Ну ведь это же вы украли. Помните, я вам только вот показывал. Эта фотография присвоена из интернета. Помните их две первые? Одна. А вторая была моя. Вспоминайте. Ну. Я пинаю вас, Тимирязевка, как можно. Вот моя фотография. И вы туда же. Ну где совесть? Где это? Как мы можем, если все вот эти фотографии из интернета. Это, 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 это. Что вы это самое? А я еще не все. Я не успокоился. И взял еще вот эту. Дело в том, что черное черешня, это величайший дефицит. Исходите настоящий. Сранатема фильма Воднера. Ну. Но это Тимирязевка. Как же Тимирязевка может не иметь черное черешня? Ну, это же, это же, это же, а я, знаете, почему не люблю еще? Кроме того, что вы чужое присваиваете. Вот. Вот это. Я вообще не люблю, потому что меня шурнули оттуда. Я бы молчал, кто бы мне вернул 20 тысяч рублей, которые я потратил на дорогу. По тем этим. Призятие. Приехал. Ведь приехал-то по приглашению. Чего же градуса заткнули? Неприятно слушать, что это самое, что деревья калечите. Вот и заткнули. И вот, пожалуйста, это тоже ваш. С вашего сайта. Вот сейчас запаситесь терпением, ребята. Что же вы продаете, если вот эти, все вот эти сайты считаются, и не только российские. Черт не откуда. Вот. Черт не откуда. Они считают, что это все полпланеты. Что это их. Ну, как не стыдно-то. Ну, свое-то, хоть что-то вырастили, кроме цветочков. Представляете, что творится? Я был у вас. Я ходил по вашему саду. Я познакомился с доцентом, который замещал тогдашнего этого, директора. Ну, что это такое? Фотография есть. Уже неудобно показывать ее. Обыкновенная вишня, заурядная вишня. На айфоне фотография. Но мы ее еще не сразу нашли. А что делал доцент, когда я его нашел? Ну, когда же вы кончитесь-то? Ё-моё. Это все одна и та же фотография. Только чуть-чуть это, замаскировано. Видите, я не поленился. Вот. Фотографировались мы. Возле дерева. Записал мой адрес. Сказал, о, как у вас, Сибиря? Я говорю, о, и тишина. А зачем напрягаться? А вот на продажу, пожалуйста. Все будут думать, что это их. Ну, все. Успел я. А я не могу, потому что это по маленькому рассчитываю с вами, друзья. Я имею в виду с потустороннего мира, с научного. Вот. А я-то когда-то думал, подружимся, заведу там друзей. Илья Александровна много подружились, много с вами общаются. Из Мечоринского этого. Где вы доклад делали. О сибирских абрикосах. Так, все. На сегодня достаточно. Продолжение следует.